друзья всем привет сегодня у нас на обзоре целых два дома давайте смотреть итак у нас типовых решениях есть проект арчи один из таких популярных наших домов мы уже делали на него обзор здесь куда-нибудь куда-нибудь что не вставим чтобы можно было перейти посмотреть его в максимально стандартном варианте сегодня же как раз у нас будет две вариации этого дома почему вариации самом деле если вы планируете дом наверняка уже перебирали кучу разных вариантов и подобрать типовое решение получается но не всегда сразу именно чтобы вот прям на сто процентов удовлетворяло ну и тогда естественно вы уже решаетесь пойти на встречу с целым архитектором для того чтобы на этой встрече уже дом подогнать подкорректировать конкретно уже под ваши требования и под ваш участок и первый на сегодня наш вариант вариация дома арчи который мы построили в поселке малые поляны пойдемте посмотрим итак здесь построен у нас каркасный вариант проект арчи с определенными изменениями изменения больше коснулись внутренней планировки ну естественно чуть попозже внутри все вам покажу технически все стандартно для нас это как раз сухой строганой доски 250 утепления винтовые свои здесь фундамента вы наверняка уже обратили внимание что дом достаточно высоко стоит от земли и даже лестница она до конца не доходит объясню почему здесь на участке есть определенный уклон от дороги ну и соответственно планах у заказчика уже сделать ландшафтом это обыграть ну и примерные отметки мы уже выставили вот этой вот лестнице что потом ну просто не пришлось ее закапывать по наружной отделке все в классическом варианте для барнхаус то есть по стилю это барнхаус профилированный лист и на террасе это планкен и соответственно террасная доска из лиственницы окна каширина из двух сторон энергоэффективные там на каждом стеклопакетике есть код можно посмотреть что за пакет из чего он сделанный там размеров и так далее его то есть для энергоэффективного дома окна очень важны того чтобы сохранять климат внутри и ну здесь видно да по окружению по моему то есть у нас уже был пример такой да почему свайный фундамент есть помимо да еще рельефа также много достаточно сосен на участке но чтобы это ничего не повредить выбран был как раз таки фундамент свайны но и за счет этого дом прям полностью в лесу стоит вид очень крутой ну и пойдемте уже внутрь посмотрим что мы изменили по планировке вот вход дома нас с этой стороны пойдемте при входе в дом попадаем с вами в тамбур достаточно большой здесь 5 квадратных метров и сразу же слева выделено отдельное место под гардероб потому что в доме мы как всегда говорим вещей будет много нужно их где-то хранить место вот она здесь присутствует и это как раз таки и одно из первых отличий этого дома от нашего стандартного проекта да если посмотреть планировку стандартную ну вход сделан с противоположной стороны от террасы здесь по расположению на участке даю бы решили сделать вход именно с этой стороны проходим дальше и мы здесь попадаем сразу в кухню-гостиной большое пространство здесь почти 40 квадрат в 37 если не ошибаюсь сделана она как раз побольше и это второе отличие от типового решения немножечко сократили мы террасу но и за счет этого добавили общего пространства в объеме как видите здесь в разгаре отделочной работы здесь производит их уже сам заказчик вот мы сдавали дом в комплектации с инженерными сетями то есть дать полностью закрытый контур с фасадами и ну все как мы любим полная разводка по инженерке и так в кухне-гостиной какая предполагается расстановка в этой части кухонная зона если как раз видно да что вы или мокрые точки выводы сделаны под розетки и здесь обеденный стол ну мы предполагаем на 6 человек целом здесь место позволяет можно и на 8 человек его разместить либо наоборот на 4 кому как нужно и как раз когда обедаете ужинаете завтракаете у вас открывается вид из этого окна ну и естественно из огромных панорамных окон которые вот всю стену в гостиной занимают как раз таки в этой части будет диванная мягкая зона как и в стандартном проекте арчи в этом доме у нас две спальни спальня 1 спальня 2 спальня номер два чуть-чуть побольше там на один квадратный метр и в целом комнаты здесь немножко больше за счет того что там внутреннее пространство увеличили соответственно здесь у нас имеем огромное панорамное окно и свой выход на террасу что очень многие хотят увидеть в своем доме и пойдемте вторую комнату посмотрим но здесь тоже достаточно места и также есть окно в пол с прекрасным видом и пойдемте дальше так как дом у нас компактно на здесь две комнаты с рассчитаны на 3-4 человека санузел один всем расположен вот здесь как раз таки из-за всех компоновок да у нас по сравнению со стандартным вариантом опять таки да он чуть-чуть у нас сдвинулся душевая здесь соответственно унитаз место под раковину тут и из туалета проход в сердце дома в котельную котельная здесь все практически стандартно за исключением одной вещи здесь у нас только электрический котел в этом доме дом будет отапливаться именно от электричества газ здесь решили не подключать виду дополнительных затрат да то есть это как расходуют на само подключение ну и плюс дополнительно котел вот за счет того что дом каркасный с хорошей толщиной утепления он энергоэффективный поэтому электрического котла будет более чем достаточно вот отапливается это все у нас теплым полом по всей площади дома и также вот видели уже да на кадрах внутрипольные конвекторы где у нас окна в пол и с помощью магии монтажа мы с вами переместились в поселок лаки парк здесь у нас достаточно много объектов и как раз таки один из них это тоже измененный проект арчи в этом доме изменений несколько побольше то есть они затронули как планировочное решение внутри дома на что у нас находится так и конструктив этого дома если на предыдущем объекте да и в стандартном нашем варианте дом арчи как каркасный то здесь уже дома этот выполнили из газобетона работаем мы себе там это новосибирский наш завод вот официальный дилер естественно проходим обучение есть там этих надзор от них то есть все делается соответствии со всеми нормами и пошел дождь как же это замечательно но это нам не помешает помимо того что да у нас дом из газобетона по сравнению со стандартным вариантом вот здесь фундамент монолитная плита это принципе видно да по небольшой высоте цоколя но здесь продолжаем работа еще по благоустройству то есть вокруг дома отмостки дренаж но там дорожки перед домом вот помимо этого всего тоже такое одно из основных отличий именно этого проекта это фасад не а если до этого смотрели мы с вами фасады это был профилированный лист то здесь уже фасад сделан фальцами фальц это принципе тот же самый металл только изготавливается он картами и соединяется вот такие вот замочки это один из самых надежных именно металлических фасадов ну либо кровельное покрытие допустим к минимуму сведены какие-то протечки и так далее логично вы спросите почему бы его не использовать на каждом доме логично отвечу я вопрос именно в бюджетах то есть такой вариант фасада он достаточно дорогостоящий потому что это все бучное изготовление боковые части дома кровли они сделаны из металла до фасады лицевые то есть выход на террасу и с обратной стороны дома здесь уже планкен и очень классно подобрали цвета оттенок сочетается но выглядит круто ну и водосточная система еще тоже естественно металлическая чтобы в общей картине вид у дома был максимально крутой мы пойдем с вами на противоположную сторону участка где у нас вход в дом зайдем внутрь вход в дом расположен у нас тоже сбоку ну то есть заезд на участок в этой же части мы уже сделали плиту под будущий гараж подвели все коммуникации туда приехали из машины вышли и пошли уже в дом здесь часть фасада не доделаны потому что мы не ставили еще уже финишную дверь пока идут в доме отделочные работы ну пойдемте внутрь заходим мы с вами в тамбур то есть принципе есть схожесть с предыдущим вариантом но это все обусловлено расположением домов на участке вот из тампура у нас сразу вход в техническое помещение в доме готова полностью вся инженерия котельная отделана плиткой то есть это входит в стандартную нашу комплектацию под отделку то есть да вы получаете все в таком виде вот ну и здесь уже по наполнению классический вариант то есть есть и газ и электричество вот мы ждем сейчас финального подключения уже от газовщиков но также уже стоит система водоподготовки бойлер все на нержавейке разведено по электрике сделана также вся разводка по точкам сделаны все необходимые выводы то есть с точки зрения технической дом здесь готов уже полностью пойдемте дальше внутри дома и внутри как раз таки здесь изменений побольше по сравнению с предыдущим вариантом но естественно с типовым нашим решением самое главное отличие здесь три спальни в этом доме пойдемте все посмотрим сразу мы попадаем небольшой коридор как раз таки с таким числом комнат ну какой-то распределительный узел он автоматически в доме появляется поэтому здесь вот такое получилось но работает осушитель у нас потому что мы ведут все равно черновые отделочные работы для того чтобы влаги в доме лишней не было вот и спальня номер один здесь почти 10 квадратов девять с половиной и она со своим санузлом то есть там уже вся разводка выполнена но дальше уже соответственно будут работы отделочной вот мы принципе считаем что если в доме 3 и более комнату есть он уже рассчитан на такое достаточное количество людей в доме два санузла должно быть обязательно поэтому здесь один санузел спальне и 2 уже есть общий пойдемте дальше спальня номер два расположенного напротив 1 по площади практически идентично здесь есть окно в пол на что делают комнату достаточно светлой и возле окошка стоит обязательно внутрипольный конвектор в спальне 1 там у нас окно было не в полу было такое пожелание и под ним стоит обычный радиатор идем с вами дальше по планировке здесь располагается общий санузел вот одна из его особенностей здесь мы отказались от окна санузле для того чтобы получить больше пространства но иногда бывает такое что у кого-то смущает наличие окна да но мы больше за эту идею но принципе по индивидуальным пожеланиям от этого можно и отказаться дальше вот санузла здесь тоже помещение порядка пяти квадратных метров это кладовая но заметили да что у нас предыдущем проект была гардеробная здесь у нас есть кладовая в доме всегда нужны места для хранения их никогда не будет мало далее с вами мы проходим в кухню-гостиную здесь она достаточно компактная как раз из-за того что у нас общие габариты дома несмотря на все изменения они не поменялись то есть мы что в предыдущем варианте что здесь все осталось в рамках стандартных размеров дома это очень важно потому что когда начинается работа над какими-то индивидуальными проектами здесь добавить там уши ведь расширить потом когда смотрим на бюджеты всего это всей этой красоты и приходится откатываться назад поэтому здесь работа с бюджетом изначальным она всегда важно да чтобы мы ничего не превышали существенно ну и просто чтобы дом можно было завершить где-то не превращалась какой-то долгострой вот по гостиной по компоновке то есть в той части у нас кухонная зона как раз есть прекрасное окно над мойкой очень удобно там еще дальше вид на часть участка здесь зона обеденная и компактная но все-таки мягкая зона и одна из фишек еще в этом доме в этом месте здесь видно да что нет штукатурки здесь будет стоять еще печь камин то есть как раз таки но вместо телевизора можно будет наблюдать за живым огнем и с гостиной все как в классическом варианте у нас есть выход на террасу террасу здесь тоже сделали по компакт не чтобы увеличить внутреннюю площадь дома вот ну и отдельно в планах там поставить отдельную беседку на участке то есть в принципе в этих случаях террасы да можно пожертвовать место достаточно для того чтобы поставить небольшой столик пару стульев там выпить кофе позавтракать и так далее и отсюда мы попадаем спальню номер три то есть здесь она у нас видом на участок с панорамным окном по площади все то же самое как и остальные то есть порядка 10 квадратных метров это принципе для спальни оптимально воды если обратили внимание вот на эту штуку здесь в жилых комнатах изначально предусмотрели выводы для бризеров то есть это такой промежуточный элемент между естественной вентиляции в доме и уже централизованной приточно-вытяжной системы в целом этот вариант рабочий он позволяет поддерживать климат в доме но и при всем при этом да по сравнению с централизованной системой он да уступать будет по производительности ну и бюджеты совершенно будут другие ну что друзья посмотрели с вами сегодня две вариации одного из наших типовых проектов в целом изменения какие-то дополнения корректировки можно вносить в любой дом вот это не возбраняется и некоторых случаях даже поощряется все это понятное дело да будет сказываться как-то возможно на бюджете на комплектациях и так далее чтобы понять бюджета вашего дома будь то это типовой дом либо что-то индивидуальные корректировки и так далее внизу будет ссылочка переходите и по ней можно будет получить расчет